В эфире новости в студии Александр Белов. Здравствуйте. Сегодня выпуски смотрите. Газовый вопрос. Арбитражный суд на стороне Украины. За что и какую компенсацию должен выплатить российский Газпром? Приговор за пост в соцсети. Окупационный суд вынес вердикт Сулейману Кадырову. События 2014-го. Как 4 года назад Украина выводила корабли морской охраны? Уникальные кадры от пограничников. В Севастополе прошли обыски у активистов местной анархистской организации. Окупационная полиция явилась в квартиру Алены и Артема Воробьевых. Их дома не оказалось, но обыск все равно провели в присутствии 7-летнего ребенка и родственников Воробьевых. Также обыски прошли у активистов Алексея Шестаковича, Алексея Презюжника и Игоря Панюты. Они намеревались сегодня подать уведомление в администрацию аннексированного Севастополя о проведении акции против проведения выборов российского президента в городе. Активисты хотели призвать севастопольцев игнорировать голосование. Два года условно за пост в соцсети. Окупационный суд Феодосии признал виновным активиста Сулеймана Кадырова в призывах к нарушению территориальной целостности России. Приговор вынесли лишь за то, что крымский татарин написал на своей странице в Facebook «Крым – это Украина». Продолжит Юлия ВН. Под зданием суда Сулейман Кадыров зачитывает свой приговор. Приговорил Кадырова Сулеймана Серверовича признать виновным совершение преступления, предусмотренного на части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы, с лишением права заниматься публичной деятельностью, связанной с публикациями в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, сроком на два года. Крым был, есть и будет Украиной. Именно за эти слова, написанные в Facebook, в октябре 2016 года в доме крымского татарина провели обыск. «Проводился осмотр жилых помещений, нежилых помещений. И в ходе осмотра они обнаружили у меня на видном месте, я его не скрывал, мой ноутбук и телефон». После обыска оккупанты возбудили уголовное дело по подозрению в сепаратизме. Сам Кадыров и его адвокат считают, это провокация российских спецслужб. «Это уголовное дело, ничто иное, как политическое преследование. Но когда об этом начинаешь говорить, и когда Сулейман Ага хотел об этом рассказать, ему не дали это сделать. Я считаю, что ничто иное, как оправдательный приговор не может быть вынесено по результатам таких материалов уголовных дел». Несмотря на политическое преследование, Сулейман Кадыров от своей позиции не отступился. Об этом заявил во время выступления с последним словом в оккупационном суде. Однако высказать все ему так и не удалось. Прокремлевская судья несколько раз прерывала активиста. «Я аннексировал Крым. Это я запрещаю украинский и крымский язык. Это я преследую похищенных, незаконно бросавших в тюрьмы наших соотечественников по политическим мотивам. Где массовые иски от оскорбленных граждан. Где в конце концов в суде публика, который осознал общественную опасность моего преступления, обвинение упорно закрывает на это глаза и продолжает защищать несуществующее общество от него самого». Суды длились почти полтора года. За это время Сулейману пришлось пройти психиатрическую экспертизу. Также были назначены лингвистическая и психолингвистическая экспертизы. Все эксперты подтвердили, что в словах Кадырова не было призыва, а только одобрения. Но несмотря на это суд признал его виновным. Юлия Вене, Новости, ЮАК Рым. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаз Украины» против российского «Газпрома» о транзите топлива в Европу за недопоставку России согласованных объемов газа. Арбитраж отклонил требования «Газпрома» о штрафах для Украины за якобы незаконно отобранный объем транзитного топлива. Украина же добилась компенсации более 4,5 миллиардов долларов за недоплату и недопоставки газа с 2009 по 2016 года. Однако российская компания обязана выплатить около 2,5 миллиардов. Остальное спишут как уплату Украиной долга за ранее поставленный газ. Выплатить компенсацию «Газпром» обязан уже сегодня. Однако деньги пока не поступили в Украину. За каждый день отсрочки сумма российского долга увеличивается. К ней будут добавляться проценты. «В решении, кроме того, что мы выиграли 4 миллиарда 630 миллионов долларов, уже в самом решении написано, что мы отнимаем из этих 4,6 миллиарда сумму боргу за поставленный газ. И там же прямо сказано чисто сумма, соответственно, 2,56. И только на эту сумму нараховываются проценты. Только на нашу корысть нараховываются на проценты. Никакие проценты уже «Газпрома» не нараховываются. То есть мы «Газпрома» сейчас ничего не вынимаем». Крылатая ракета со сверхмощной ядерной установкой, подводный беспилотник и новое лазерное оружие. Россия создала новейшее вооружение. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. По его словам, уже началась активная фаза испытаний нового комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Она будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов сильной мощности. Эти ракеты уже называются «Тана-2». Путин убежден, такие разработки не противоречат международным договорам. И заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если против нее или союзников страны будут применять средства оружия массового поражения. Ровно четыре года назад началась спецоперация по выводу корабельно-катерного состава морской охраны из Крыма. В ночь с 28 февраля на 1 марта более 20 единиц морской техники вышли из полуострова. Это была спланированная эвакуация. Цель – спасти все отряды. Ведь со дня на день россияне могли начать блокировки частей пограничников в Балаклаве и Керчи. Главные участники этой спецоперации рассказали Елене Солониной, как сохранили. И из-под носа у оккупанта вывели крымскую морскую охрану. И показали эксклюзивные кадры вывода техники. На тот момент мы не думали, что мы выходим из Керчи, с одного пункта базования. И такой долгостроковый час туда не повернулся. Так командир керченского отряда морской охраны Юрий Лошак вспоминает события 14-го. В феврале пограничники вели усиленный контроль моря и наблюдали за обстановкой. Корабли Черноморского флота все чаще выходили из базы дислокаций в Севастополе в Новороссийск. Участились и полеты российских военно-транспортных самолетов над Крымом. В конце февраля над морем уже в открытую пролетели вертолеты с боезапасом на борту. Безпосередно над тактичной группой в напрямку узбережья Крыма проследовало 11 вертолетов, которые были загружены. Было видно визуально, что они несут на борту с собой ракеты, оружие. Обстановка усложнялась. Военные понимали, со дня на день может начаться блокировка украинских частей отрядами диверсантов и высадка российского десанта. В Балаклавской бухте на зовнішнем ряде уже были выставлены ракетный катер Черноморского флота, а также буксир. В это время в Киеве на закрытом совещании в Департаменте охраны государственной границы высшее руководство принимало решение срочно вывезти все корабли и катера крымских пограничников. Корабли, которые выводим из баз и становятся вдовж морского кордона. Треба рятувати корабли и катеры. Что робить? Я говорю, Керчь на Мариуполь, Балаклава на Одессу. Нехай уходят. Военные понимали, медлить нельзя. Сутки, максимум двое, и Россия не даст вывезти корабель на катерный состав морской охраны. Утром 28 февраля к Севастопольскому отряду пограничников в Балаклаве прибыли российские военные. Началось блокирование части. Следующей должна была стать Керчь. В ночь на 1 марта начался вывод кораблей и катеров. Техника трех отрядов морской охраны вышла в море. 1 числа, когда мы покинули Керчьевскую протоку, близко 18-19 часов, уже пришли два корабля Чорноморского флота Российской Федерации. Ну и стали один из певденной частины, другой из певничной частины Керчьевской протоки. То есть, что бы вы не делали, как бы мы ишли позже, я... Тоже тяжело мне зараз прогнозировать, но на тот час никаких перешкод нам никто, в принципе, не чинив, кроме погоды. На пути был непроходимый лед. Это видео сняли сами пограничники. Наш корабль Донбасс и корабль обеспечения ОНИКС, они прошли самостоятельно, а другой корабль на катерный склад, всего было 11 одиниц, с помощью буксира было проведено через это ледовое поле, и уже 2-го березня мы зашли в порт Бердянск, где нас также ждали интересные моменты. Поступил сигнал, что, вероятно, может быть захваченный Бердянский порт, Бердянский прикладный загон. Мы голосовали боевую тревогу и снова вышли на рейд порта Бердянский, продолжили службу нести там, почти до 5-го числа. А в это время в родном Крыму все части морской охраны были уже захвачены российскими военными, но без кораблей и катеров. После боевого дежурства крымчане прибыли в порт Мариуполь, где базируются до сих пор и продолжают защищать украинскую территорию. За 4 года после выхода ни один из этих пограничников не был в родном Крыму. На жаль, не повертались, но очень надеемся, что мы вернемся. Елена Солонина, Никита Макраусов, новости ЮАКрым. Заместителя главы оккупационного совета министров Крыма Дмитрия Полонского будут судить за госизмену в Украине. Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении него. Полонский также занимает должность министра внутренней политики, информации и связи оккупационного правительства. До 2014 года он был депутатом Симферопольского горсовета и способствовал оккупации. Полонский известен своими антиукраинскими заявлениями. Доклад ООН о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму он назвал, цитирую, международной чушью и заказом от Украины. За госизмену Дмитрию Полонскому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. За его безпосереднюю участь відбувалися заседания окупаційного уряду, на якому приймалися решения щодо проведения на территории окупованого Крыму законодавства Російської Федерації. Також він, будучи керівником Министерства, надав накази щодо проведення информационной кампании, направленной на участь кримчан у незаконному референдуму. Верховная Рада призывает мир препятствовать выборам президента России в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными. Об этом говорится в обращении украинского парламента к ряду международных организаций и странам-партнерам. Инициировал его народный депутат Рефат Чубаров. Поддержали документ 255 народных избранников. Также Рада поддержала законопроект о высшем антикоррупционном суде в первом чтении. Внес его президент. Согласно документу, антикоррупционный суд будет заниматься коррупционными преступлениями высших должностных лиц. Он будет судом первой и апелляционной инстанции, а судьи будут выбирать по конкурсу. Масштабная авария случилась в Симферопольском районе из-за гололеда. В поселке Зоя столкнулись четыре машины. Три легковушки влетели в фуру. О пострадавших пока не сообщается. Неизвестно и по чьей вине произошла авария. В результате снегопада в Крыму отменили часть автобусных рейсов. Из-за гололеда полностью закрыто Раздольнинское и Бахчисарайское направления. Временно приостановлены и рейсы дальнего направления. Снегопад не прекращается и в Симферополе. Там усилился ветер. Самолеты, летевшие в Крым, вынуждены приземляться в соседних российских аэропортах Сочи, Анапы и Краснодара. Десятки рейсов задержаны. Коммунальные службы работают с самого утра. За день на дороге высыпали 126 тонн специальной смеси. Существенных пробок в городе не наблюдается. На сетях холодного водоснабжения случилась авария. Несколько улиц Симферополя без воды. 17 населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды. До завтра снег должен прекратиться, по прогнозам синоптиков. На эту минуту это все новости. В студии был Александр Белов. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ЮАИ Крым в Facebook. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин